Ребята, всем большой привет! Сегодня у нас видео вот такого вот формата, с таким вот фончиком, потому что, к сожалению, регистратор, он ушел от меня, мы с ним расстались. Я буду помнить только самые лучшие моменты, проведенные вместе, но, к сожалению, неизбежное все-таки произошло. А видео это срочно, поэтому не могла не удержаться рассказать вам об этом. Итак, вы наверняка многие помните, что в апреле я снимала видео про то, что Яндекс в городе Тула отключил точку Б. Во многих других городах такая новость настигла раньше, к сожалению, но вот в карантине это все произошло. И на тот момент я говорила, что ничем хорошим это не закончится, потому что, ну что может быть хорошего в том, что ты не видишь, куда ехать. Но люди почему-то это немножечко проглотили, сказав то, что у нас есть все равно какая-то возможность все-таки ее увидеть, да, и отправлять заказы всем небезызвестный самолет. Я думаю, все прекрасно понимают, что это такое, но если вдруг остались еще люди, которые не знают, то самолет это такая функция, скажем так, телефона, с помощью которой можно пропустить заказ, не теряя активность. То есть вы выключаете, грубо говоря, интернет, заказ там куда-то теряется, пропадает на просторах чего-то там, и активность с вас не списывается. Но единственный минус был в том, что парочку таких заказов вы пропустите подряд, то есть, да, и вы улетите в блок там на полчаса, на час. Соответственно, у нас, как и во многих других городах, видно было точку Б с учетом уровня платины или золота, и с активностью выше 90. То есть, в принципе, возможность была, возможность была какие-то заказы отменять, отправлять какие-то в самолет, но очень-очень крайне аккуратно. И, в принципе, люди с этим, видимо, смирились, сказали, что ну мы же можем, мы вот видим и так далее. Я же на тот момент в апреле не видела ничего, поэтому я достаточно уже свыклась с фактом того, что я ее не вижу. Но вот сейчас у меня платина, и практически уже месяц я вижу точку Б, чему несказанно, конечно, рада. Но радость моя длилась недолго, как всегда. Со вчерашнего дня очень многие водители начали жаловаться на то, что случайно почему-то начала исчезать точка Б, хотя по всем параметрам она должна была быть у них видна, то есть это у них либо золото, либо платин, как я говорила, и активность тоже на высоком уровне. Сначала вот мне начали прислать такие скрины, где написано, что точка Б отключается при плохом интернет-соединении, но я уже это видела, то есть это мне уже много раз показывали, но ни разу не было такого, чтобы при соблюдении всех параметров у меня не видно было точки Б. И сначала я, если честно, не поверила, подумала, что реально у кого-то, наверное, что-то заглючило, или кто-то что-то не понял там и так далее, там подобное. Потом я узнала о том, что водители в нашем городе стали массово реально на это жаловаться, и именно это все происходит после того, как водитель отправляет заказ самолет. И зачастую это происходит не со второго-третьего раза, а уже вот с одного-с единственного. Мало того, время, если раньше мы понимали, что на полчаса нас отправили в блок, на час нас отправили в блок, то теперь вообще непонятно, насколько эта точка Б отключается, то есть может на полчаса, может на несколько часов, может до вечера, то есть у всех как-то вчерашний день, по моим данным, конечно, прошел рандомно. Возьмем, в пример, меня. Сегодня я с утра вышла работать, у меня была активность 87, я такая думаю, ну сейчас я по-быстренькому три заказика сделала, и главное, мне фортануло. Они были, в принципе, все нормальные, адекватные. За это время я успела в самолет отправить, наверное, заказа два. То есть часа за полтора я два заказа отправила в самолет, а может быть даже и за два, да. И тут просто у меня набирается активность 90, и следующий заказ, то есть я еще ничего не отправляла, следующий заказ мне уже приходит без точки Б. Я такая думаю, ну может быть, знаете, там типа система еще не обновилась, потому что активность только поднялась. И что вы думаете, практически все оставшееся время до обеды я ездила без точки Б. Хотя заказы я больше не отменяла. Вот сейчас у меня активность 95, да, и то есть получается все четыре заказа, они все были без точки Б. Еще там в промежутке я делала по Максиму, вот последний заказ уже у меня он был с точкой Б, но это, извините, сколько прошло времени, это явно никак был не час. Для большей уверенности я написала в техподдержку, чтобы узнать все-таки в чем причина, но, к сожалению, они мне ответили каким-то дебильным шаблоном, ну как обычно, но и при этом наш тульский коллега все-таки смог до техподдержки дописаться, и вот, пожалуйста, вам ее ответ. То есть, ну, тут ясно, четко понятно, что это никакой не глюк, не техническая работа, да, что действительно точка Б отключается именно из-за самолета. При этом я еще на просторах интернета нашла вот такую вот вещь, где написано, что активность теперь тоже будет падать, хотя, конечно, это не подтверждено, это пока что просто скрин, надеюсь, что этого все-таки не произойдет. Поэтому, если вдруг вы не понимали, куда делась ваша точка Б, то теперь вы знаете, где она находится. Думаю, сомнений уже никаких не осталось, и все достаточно очевидно. И тут я хочу вас попросить, друзья, из другого города, чтобы вы мне написали, как у вас с этим обстоят дела, пропала ли у вас точка Б, наблюдались ли такие штуки, или это чисто вот вообще по нашему региону, пошла такая волна. Я не могу сто процентов, конечно, вам утверждать, что это все теперь навсегда и на всю жизнь, и, конечно, можно помолиться и подумать, что, может быть, завтра, послезавтра Яндекс отпустят, что он подумает, что какой он был дурак, что он так плохо с нами поступил. Но, естественно, я в этом сомневаюсь. Конечно же, я уверена, что такого не будет. Если бы мы еще думали, что нас зато теперь не будут блокировать, но нет, все-таки будут, все-таки будут, если много раз вот это вот самолетами баловаться, то все равно блокировка наступит. С другой стороны, есть плюс. Лучше не видеть точку B какое-то время, чем сидеть в блоке, да, но с учетом того, что в блоке вы сидите максимум час, а точку B вы не видеть можете вообще неизвестно сколько, то это уже сомнительный какой-то плюс. А так, во всем остальном одни минусы. Понятно, чего добивается Яндекс. Он просто хочет стопроцентного вывоза и хочет то, чтобы как можно меньше водителю заплатить сумму гарантии. Потому что если раньше хитрые водители пытались избирать заказы, тем самым выбирая покороче, и все-таки получать гарантии, которые недавно, кстати, у нас очень крупно подняли, то теперь такой возможности не будет, так как в активность 100, а у нас есть только всего лишь 10 баллов на то, чтобы отменить, какие-то заказы, то есть это только один с ближайшей подачи, один со средней. Ну, согласитесь, это ни о чем. Иногда бывает такое, что один заказ прилетает подряд по несколько раз, ну, как бы, ну, тут все, тут даже объяснять нечего. Ребят, это без вариантов. Ну, конечно, я надеюсь, что хитрые умы найдутся и что-то еще придумают, но я сомневаюсь, если честно. Эпоха, наверное, самолета закончилась. Гудбай! Я так люблю самолеты, эх! Ну что же, ребята, добро пожаловать в мои ряды, ряды людей, которые не видят практически постоянно точку B, и вот эти вот мои любимые отмены по 13 баллов. Яндекс, понятно, хочет устроить вывоз, но в этом случае что-то он лечит, а что-то калечит. То есть, соответственно, люди, которые в час пик не могут уехать в какое-нибудь свое там заднепопье, вот, и никто их заказ не берет, теперь они уедут. Да, они будут больше рады, но теперь появится больше пассажиров, которые будут видеть, что машина к ним едет, потом она будет приезжать, они будут ее как бы ждать, а потом она будет куда-то исчезать. Соответственно, водитель, который будет приезжать на заказ, так же, как я, будет его отменять. Потому что, извините, пожалуйста, если бы это хотя бы все происходило в черте города, можно было бы как-то жить. Но когда тебе дают заказы закрытой конечной точки, даже за город, ну это вообще просто ни в какие ворота не лезет. И, естественно, что недовольства пассажиров из-за этого будет больше. Отмен, соответственно, тоже будет больше. И тут, к сожалению, все не так просто. Если вы скажете о том, что да, там можно приехать и назвать пассажиру свою цену, либо отказаться от заказа, либо просить пассажира отменить заказ и так далее, и тому подобное, да. Но, естественно, лапа Яндекса и сюда добралась. Во-первых, за то, чтобы отменили заказ пассажира, меня уже один разочек блокировали на 12 часов, и как бы уже опять присылали предупреждение о том, что как бы можно еще разочек, а потом еще и еще. И то же самое за отмены. Давайте посмотрим на стандартные Яндекса, где четко написано о том, что вы не можете не отменять заказы, не можете назначать какую-то свою цену. Это все не прокатит. В конце концов, он просто будет блокировать, блокировать, блокировать. И вот, пожалуйста, скрины писем Яндекса в парк о том, что людей блокируют, просто за частую отмену заказов. Ну и здесь наступило мое женское слово, а я говорила... Я обязана это сказать, простите. А я говорила, я говорила, что когда-нибудь наступит такой момент. Яндекс отрубит все концы возможности отмен заказов. И посмотрите все, как хитро он обставил. С начала лета у нас горел просто дикий кэф из-за того, что водителей не хватало на линии. Потом Яндекс своими доплатами, которые он увеличил целых два раза за последнее время, и бонусами по 3 800 за неделю, по 1500 за каждый день при выполнении 30 заказов, заманил водителя на смену, в результате чего мы видим, что теперь коэффициент горит только утром и только вечером. И то, утром он горит периодически очень тухленько, вечером тоже иногда он горит тухло. А то, что творилось там месяц назад, просто сравнить нельзя. При этом, после таких изменений с точкой В, он еще и, можно сказать, отрубает возможность получить гарантии. Да, понятно, что вы их получите, но если раньше вы старались выбрать коротенькие заказы и пробег у вас был там 100-150 километров, то теперь, с учетом того, что вы будете вынуждены катать практически все, пробег у вас там будет по 300, сколько будет этого сожженного бензина, и заработок опять упадет. И при этом мне еще очень жаль пассажиров, которые все-таки будут, они будут страдать от того, что машина будет приезжать и разворачиваться. Но Яндекс... Но у меня на этом все. Пишите свое мнение в комментариях. Обязательно пишите, если в вашем городе такое. Ну, а если нет, к сожалению, могу вас не обрадовать. Лично мои предположения, что скоро это настигнет всех. Всем пока, до новых встреч, хороших смен и заработков.